В 80% содержимого мусорного ведра можно пустить в переработку. Об этом с уверенностью заявляют эксперты в области раздельного сбора мусора. Если опыт передовых стран в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, таких как, например, Германия или Япония, показывает, что достижение этой цифры не является утопией, то в России культура сортировки, утилизации и вторичного использования ТКО пока находится в зачаточном состоянии. Впрочем, понемногу, но ситуация, кажется, начинает меняться. Прямо сейчас смотрите очередной материал нашего телеканала, посвященный проблеме раздельного сбора отходов. Так называемая мусорная реформа стартовала в нашей стране в середине 2010-х годов. На сегодняшний день можно сказать, что вторичная переработка отходов – одно из приоритетных направлений государственной политики в России. Впрочем, несмотря на все усилия законотворцев, пока сказать о том, что система раздельного сбора отходов в нашей стране работает как часы, нельзя. То же самое и в Тверской области. Несмотря на то, что на большинстве контейнерных площадок Твери и Калининского района установлены синие для вторсырья и зеленые для смешанных отходов контейнеры, в целом, по данным регионального оператора по обращению с ТКО, сегодня раздельным сбором отходов охвачено лишь 34% от общей численности населения Верхневолжья. И, к сожалению, пока люди не привыкли еще к такому хорошему, нормальному образу, культуре, обращению с отходами. Так, например, простой пример – это пакет Тетропак, их надо выкидывать в зеленый контейнер. Все думают, что эта бумага на самом деле – это сложный продукт, который состоит из фольги, бумаги, а еще и полиэтиленовой пленки, которую впоследствии нельзя разделить. Именно поэтому он не подлежит дальнейшей переработке. Эксперты уверены, что на начальном этапе многое зависит от системы поощрения граждан. К примеру, можно было бы ввести пониженные тарифы для тех, кто начал сортировать мусор. А для нерадивых компаний и граждан предусмотреть в КОАП соответствующие штрафы. Но все это только после создания необходимой инфраструктуры. К слову о ней. В Тверской области, по данным компании «Тверь спецавтохозяйства», оборудовано 800 площадок для раздельного сбора ТКО. А вот полигон, где вторсырье сортируется и делится на фракции, всего один. Под Тверью на 21-м километре Бежеского шоссе. Здесь сортировка мусора осуществляется в несколько этапов. Сначала все содержимое синего мусоровоза попадает на движущуюся ленту. Затем от вторсырья отделяется грязь и все то, что на дальнейшую переработку не пойдет. После чего прибывший на полигон мусор вручную делится на фракции. Производительность комплекса составляет 20 тонн в час. Если мусор смешанный, то где-то мы отбираем 15% с этого объема. Если мусор разделенный уже нашими жителями, то с этих машин мы берем 70-80% от всего объема. На сегодняшний день на полигоне отбираются порядка 15-20 фракций, которые потом используются повторно. К примеру, гофрокартон забирает Каменская бумажно-картонная фабрика в Кувшиново. Книги и прессованный картон отправляются в Санкт-Петербург и Новгородскую область. Металл перерабатывается на Череповецком металлургическом комбинате. Стекло в Подмосковье. Отсортированный пластик прессуется вот в такие брикеты, каждый весом примерно в 250-300 килограммов. В дальнейшем они поступают на Тверской завод вторичных полимеров. Впрочем, зарубежный опыт показывает, что и 20 фракций не предел. В лидерах здесь японцы. Несмотря на то, что японцы пошли по пути мусоросжигания, они стремятся возвращать ресурсы в производственный цикл и развивать циклическую экономику. Признавая то, что на самом деле сжигание не совсем верный вариант для будущего, они производят раздельный сбор отходов. В некоторых префектурах до 36 фракций. Рассказала руководитель экологического движения «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская в интервью ТАСС. Но и в России возможности для более углубленной работы с отходами и расширением фракций есть, говорят эксперты. Их просто нужно внедрять и грамотно использовать. К примеру, на Тверском предприятии «Экомашгрупп» разрабатывают и строят целые комплексы по сортировке мусора, на которых количество фракций достигает 30. К примеру, вот такой уже работает в Белгородской области. Задача номер один – это чтобы не более 25% от изначального количества отходов уходило на полигоны. И чтобы более 50% из отходов отсортировалось и уходило на вторичку, на вторичное использование. То есть около 25% должно быть, ну то есть мы 50% на вторичку, около 25% – это использование отходов в качестве топлива. И 25% остается у нас на то, чтобы захоронить на полигонах. В целом ситуация с раздельным сбором отходов и их дальнейшей вторичной переработкой в разных странах складывается по-разному. Во многом она зависит от рынка, от экономических возможностей страны, рассказывают эксперты. В США есть города, например, Сан-Франциско, где в переработку идет до 80% отходов. А есть такие, где вторсырья собирается меньше, чем в России. Вместе с тем, каждая не отсортированная бутылка, каждый полиэтиленовый пакет, не отправленный на переработку, могут оказать существенное негативное влияние на экологию и на здоровье человека. Те же батарейки, если не сдать их в специальные пункты, попадая в окружающую среду, выделяют со временем токсические вещества, тяжелые металлы, которые попадают в воду, которые попадают в почву. Ну и в конце концов они по пищевым цепям попадают в организм человека, оказывая вред на наше здоровье. Экологи заключают, мусор является напастью, но лишь при неправильном подходе. Подходить к раздельному сбору твердых коммунальных отходов, а также к их минимизации, нужно ответственно и с умом, причем на всех этапах. Рядовым гражданам нужно запомнить важное правило. Пищевые отходы нужно отправлять в зеленые контейнеры, пластик и все то, что может пойти на переработку, в синие. Также важно расширять географию программы по сортировке мусора. На сегодняшний день эта работа ведется лишь в Твери и Калининском районе. Муниципалитеты в ней участия не принимают. В итоге лишь треть жителей региона имеют возможность разделять свой мусор, что, разумеется, по меркам одного из крупнейших регионов ЦФО крайне мало.